16 мая. Доброго здоровьица. По-моему, это цисты, капсулы, в которых вирусы, бактерии и прочие прячутся от различных лекарств, например, антибиотиков. Пережидают неблагоприятное время, находятся в успящем режиме ожиданий и ждут, когда наступит благоприятный момент. Организм ослабит и тогда они уже активируются по полной. Я стал их фиксировать с февраля этого года, после того, как стал принимать зиру и тмин. Отмечу, что с февраля и до настоящего времени они выходят из меня каждый день. Я уже устал их фиксировать, смотрю, как на старых знакомых. И еще на фото видна ножка. Так вот, я неоднократно видел, как они висели и крепились этой ножкой за толстую нить с жирными прожилками. В дневнике обозначаю их как гирлянды. Но в основном, конечно, они уже выходят отдельно друг от друга. Вот такие наблюдения. С уважением. Забыл сказать, по структуре цист. Это капсулы с тонкой кожицей внутри жидко-сентарного цвета. При надавливании легко лопается. Фиксировал размеры от 0,5 см до 0,2 см и меньше. До мельчайших бусинок выходят ежедневно десятками. То есть, насколько может быть организм человека поражен. И он даже не подозревает об этом. Я попросил его рассказать, чем он там питался, что было. Сырое мясо было. Мороженая лосятина пил медвежью кровь. Сырая рыба тоже. Все в школьные годы. Вот именно с этого времени начинается заражение организма. А потом все это начинает потихонечку со временем оформляться в то или иное недобогание. А потом и серьезное заболевание. Теперь, что касается тмина, а точнее зиры. Но это одно и то же. С самого начала, 17 февраля 2020 года, я стал принимать семена зиры. Купил в магазине пятерочка, пакетик 10 грамм. Ежедневно с утра натощак, первый день 1-4, второй 1-3, третий 1-2 и далее по 1 чайной ложке, не разжевывая и запивая водой. То есть, как я и рекомендовал. Для того, чтобы они начали действовать, именно действовать в тонком и толстом кишечнике. Если их там разжевать, заварить и так далее, все это всосется в желудке, в тонком кишечнике и в нижележащий отдел ничего не спустится, не достигнет и естественно не вызовет там никакой работы. И уже 23 февраля из меня повалили паразиты. Привожу запись из дневника 23.02.20. В 4 часа 30 минут проснулся от болевых ощущений в животе и позыва в туалет. Стул 100%. Это я пишу для себя примерно количество, объем стула из расчета 100%. Кашица и со слизью. В 5.15 стул 1 третья кашица со слизью. В 8.39 часов стул 2 третья кашица со слизью. 12.53 стул 1 третья каша желеобразная, студенистая слизь, как медуза. Со слизью вышли организмы. Паразиты видел около 5 штук. По форме напоминают морковку или огурчик с хвостиком. Примерно 2 на 2-7 мм. Прозрачная с золотистой жидкостью внутри. Нежная, легко давится. Весь день в области живота дискомфорт. Периодически терпимая боль, резь и жжение. Ну естественно там идет работа, отторжение всего. Вот это вот болезнетворное. Что уже со стенкой образовали нечто общее. И когда они отрываются, образуются естественно ранки. Вот это вот возникают различные такие ощущения. Что выгнало паразитов, Эдуард спрашивает. Зира. Вот так произошло мое первое знакомство с ними. И началось. Далее продолжал принимать Зиру с 28.03.20 по 19.04.20. Стал принимать черный тмин. Купил на рынке. Но это тоже примерно самое. Может быть немножко сильнее. Но трудно сказать. Действие практически одно и то же. С 20.04.20 и до настоящего времени принимаю Зиру. Раз за три принимал серый тмин. Весь март месяц. Курсом три раза в день принимал тратчатку, полы, пижма, гвоздика. К концу месяца произошло сильное перевозбуждение ветра. В дальнейшем принимаю ударную дозу тратчатки раз в неделю. С 7.04.20 периодически курсом по 10 дней полощу горло керосином. Слева в области миндалины белый гнойник. Не проходит пока. Справа сильное покраснение гланды. Миндалины были в зачаточном состоянии. Теперь оживает. Потихоньку принимает форму. Начинает дышать. Надо будет рассказать интересную историю. Потом о миндалине не забыть. А дальше по одному зернышку зиры. Зую каждые три часа ежедневно. Вот это душистость. Великолепно. Так вот это вот как раз душистость и начинает действовать на микроорганизме в полости рта. Приводя в ротовую полость более-менее в порядок. Итак, подведем небольшой итог. Мне больше всего нравится зира. И в первую очередь за ее душистость. Паразитов гонит великолепно. А я неократно говорил душистость. Это как раз вот эти фитонциды. Это как раз вот эта вот особая энергетика, особая, так сказать, атмосфера, которая создается и которую не выносят паразиты. Газообразование и вздутие живота ликвидируют. Газы без запаха, нейтральные. Нормализуют ЖКТ. Черный мент тоже самое, но какой-то совсем уж нейтральный, без запаха. Хотя заметил, что стул он формирует еще лучше. А в камушках из печени я видел вкопление семян черного тмина. Серый тмин подушистый черного, но зира в этом компоненте уступает. А также тот гонит, будь здоров. Одним словом, все хороши. Я пришел к выводу, что в любом случае нужно комбинировать, чтобы чужие не привыкали. Торчатка будет посильнее семян. Все чужое выжигает и плавит, как напалом. И, наконец, травки по Татьяне Буревой. Вот они-то у меня получились самыми мощными в противопаразитарном смысле. Выжигают, плавят, отдирают. И, самое главное, направляют гадов прямиком на выход. Я очень восхищен Татьяной Буревой, что она подобрала именно такие травы, которые и фентоцидными своими свойствами, и другими. Они делают то, чтобы чистка печени удалась. То есть расшевелить, сделать более жидким, паразитов там убить, чтобы ничего там не сцеплялось, не мешало. И все это, естественно, гнать на выход. Именно это со мной произошло во время второй чистки печени. Пил по схеме свежесмолоту один раз вечером и четырех раз следующим днем. Далее чистка печени была, до которой я еле дотянул. Так, смотрите. Очень важно тут отметить свежесмолоту, потому что, когда вы смололи, то тем самым вы раскрыли семена укропа, там, чего-то там, который входит в сбор Татьяны Буревой. И вот эта вот душистость, она уходит, она уже улетучилась. Поэтому очень важно, чтобы вы это делали свежемолотое, чтобы вот сохранить вот эту вот силу воздействия. В настоящее время после чистки печени по Буревой выходят в основном нити, похожие на волосы. Это вот своеобразные какие-то паразиты, они в виде волос. Вчера, 15 мая, в 21 час, для профилактики, выпил чайную ложку смеси трав по Буревой. Осталось в прошлый раз, и уже не такая душистая. Ну вот, как я и говорил, быстро улетучивается, поэтому, если вы хотите, чтобы смесь трав по Татьяне Буревой подействовала так, как надо, значит, готовьте ее непосредственно перед употреблением. И через час защемилось сердце, тупое покалывание, сильный дискомфорт, появилась тяжесть в области печени. Ну, действует, любое средство, оно, конечно, действует. Здесь важно понимать, конечно, и вот с дозировкой тоже надо потихоньку все это делать. Все это продолжалось около двух часов, на утро выпил воды с зерой, и через 30 минут сильный позыв. Мягкая каша оформлена, как зубная паста, светло-коричневого цвета, чуть кислым запахом, и запахом свежей желчи. Обнаружены цисты, нити, слизь. После клизмы, грязная вода с остатками кала, опять цисты, нити, или стамуть, слизь, все светло-коричневого цвета. Кошмар! Ой, это только начало, я читаю. По самочувствию, можно сказать, что уже почти полностью восстановился. Изменение растет, восстановился после чистки печени. Изменение растет, гибкость сустав, так и должно быть, общее мышечное расслабление и легкость. То есть, когда организм избавился от бремени вот этих паразитов, или хотя бы частично избавился, вот так вот наблюдается. Организм начинает возрождаться и оживать. Энергия внутренне растет, как будто внутри меня набирает обороты ядерный реактор АЭС, атомная электростанция. По ощущению, будто я в 12-летнем возрасте на тренировке, походка мягкая, как на кошачьих лапках, пружинистая. Стопы, как пружины, удары с обеих рук летят, как в молодости. Замечательно! По сердцу еще повоспоминаю, сформулирую, обязательно напишу. С уважением, Эдуард. 17-го. Хотелось добавить комментарий по поводу изменений в организме после чистки печени, чтобы было образно понятнее. Внутренняя энергия в организме растет наподобие разгоняющегося ядерного реактора. В ощущениях это высокочастотная вибрация, разливающаяся по всему телу. Подобно наблюдается и при голодании. Но он горлдал мало, небольшие сроки. 21-го. Майя. Провел третью чистку печени по методу Буревая. Все подробности опишу чуть позже. У меня появился срочный вопрос. 19-го, 05-го, 20-го, сразу после проведения чистки, последний день после очистительной клизмы, днем у меня начался сильный зуд в области пальцев обеих ног. Высыпались водянистые мелкие прыщики. Я смазал их эфирным маслом корицы. Зуд сразу прошел. Поясню, что с 10-го, 05-го, 20-го стал смазывать пальцы ног эфирным маслом корицы регулярно, так как у меня были подозрения в некоторых местах. Смазал также и на ночь, 20-го, 05-го. Зуд продолжился. Утром вновь смазал корицы, а в 21-30 обнаружил в области основания второго пальца левой ноги с внутренней стороны большой водянистый волдырь, как от ожога. На ночь опять все смазал корицы и поставил ватный диск корицы между пальцев в области волдыря. Сегодня 21-го, 05-го. в 4.30 проснулся от сильного зуда пальцев ног, обнаружил, что волдырь лопнул, а рядом возглавился новый в области основания большого пальца с внутренней стороны. В других местах прыщики также стали увеличиваться. Опять все смазал корицы и поставил тампон с маслом между ног. Неясно, что из меня повалил грибок, который сидел во мне еще со студенческих лет. Я об этом вам писал. Хотя кожа на стопах и пальцах ног была почти чиста. До последних событий. Геннадий Петрович, посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в данном случае, чтобы победить эту заразу и вывести ее побыстрее вон из организма. У меня возникли следующие мысли. Применить уриновые носочки или содовые ванночки. Но пока не дело. Решил посоветоваться. Фото все это безобразие сейчас скину вам на почту. То есть, вот мои комментарии таковы, что вот когда начинается очистительно-оздоровительная работа в организме, то те заболевания, которые были у нас когда-то, особенно, знаете, вот эти инфекционные, типа грибка, мы думаем, что мы их вылечили. Нет. Мы их просто залечили. Мы их просто, знаете, как-то замазали. Они ушли вглубь и потихонечку, потихонечку ждут своего часа, зреют для того, чтобы скрутить человека. И вот как раз вот эта вот третья чистка печени и дала. Итак, посмотрим картинки. Вот что стало с пальцами ног. То есть, пальцы были вроде бы нормальны. и пошли-пошли вот эти вот волдыри. То есть, я сам даже не ожидал, что такое может быть и можно было бы проконсультировать. Ну, как проконсультировать, вот он спросил, Эдуард, меня о чистке печени. Я рассказал, то есть, все, пятое-десятое, как, что там, и на этом закончить. Но когда вот эти вот возникли обострения и мне пришлось вот всем этим заняться, чтобы не бросить человека вот в такой вот наиболее трудный период, как сказать, ну, чистку печени сделал, камушки вышли-вышли, ты чувствуешь себя лучше-лучше. А то, что с тобой случилось, дай, вот я не знаю. Вот я не знаю. Значит, я ему дал советы различные, значит, чтобы он там ватные диски уже поставил, наносил опилки, посмотрим, что получится. Выхожу на сухое голодание. Право был тот человек, который сказал, что каждый миллиметр здоровья дается нам кровью и потом. Ну, это еще, знаете, вот было сказано, сказано 20 мая, а то, что вот еще продолжается сейчас, и имеется какой-то уже такой интересный, положительный результат, который потребовал гораздо больших вещей. вот это еще у нас впереди. Почему я посоветовал, значит, ватные диски там смочить в этом самом, в сладком растворе или на ночь опилки. У меня возникла такая идея, вот все мы в основном думаем, что надо, допустим, тот же самый грибок, надо его как-то убить, надо еще что-то делать, надо еще что-то делать, а он просто-напросто тогда от всего вот этого агрессивного, он прячется, он просто-напросто в нашем организме прячется, уходит в лубь, залегает там и потихонечку начинает уже там совсем по-другому себя вести, плодиться и так далее. А я подумал его выманить, то есть вот с помощью вот этих ватных дисков, смоченных там в сладком растворе, чтобы он пошел на, на, как бы сказать, вышел на место, где ему предоставляет благоприятные условия для своего, так сказать, развития, чтобы выманить его, это тоже интересная такая методика. Для этого я, значит, порекомендовал вот эти ватные диски и опылки. Так, насчет голодания Эдуард пишет, соглашусь с вами, думаю, хлебный, мягкий, с травкой, с травками, бурью будет то, будет самое то. то есть, чтобы, как бы сказать, легче принимались травы по Татьяне Буревой, их в хлебный мякиш завернуть и проглотить. Пришла мысль опилки на ночь смочить чуть сладкой водичкой, как вы на это смотрите, или будет вполне достаточно влажных опилок. Я думаю, что этого достаточно. Да, кстати, вот что я ответил. Да, с микромером поступать надо умно, от подавления, попыток его убить, он прячется и мутирует. А вот обмануть его, как грудное дитя, которое тянется за мамкиной сиськой, можно. Дадим ему эту возможность и пусть выходит из душняка на приманку. То есть, душняк, это мы как раз создаем с помощью вот этой зиры, с помощью травок, особенно, как показали эти травки по Татьяне Буревой, они создают такие условия в организме, что он думает, куда-то ему надо бежать. А тут мы как раз ему даем то направление и место, как это лучше ему сделать. Я думаю, грибок испугается всего того, что вы делаете, плюс, особенно, травок по Буревой. Думаю, что в данном случае не следует голодать, тяжеловато. Плюс, на выходе срыв возможен, который благоприятен для инфекции, потому что, как я тут пишу, жратва появилась. А травки Буревой закатывает в хлебный мякиш и 24 раза в день латать. Пусть их будет немного, но они будут и своим духом будут подталкивать грибок на выход. То есть, вот у нас началась вот эта эпопея борьбы с грибком. А выход, как и уход, он показал сам в виде вот этих прыщей, как он входил в стопы, так вот примерно он и думает выходить. Вот там ставим эту приманку, мякиш, яблок, сушку размоченную, опилки и прочее. Если все будет, как я думал, суток за трое, а то и меньше, он должен выйти. Это, скорее всего, ночью произойдет, а перед сном вы травки по Буревой принимаете. Чуть в хлебный мякиш их дух все паразиты чуют, особенно плесень, грибок. Тогда сфоткайте, если что вышло. Кстати, мне теперь понятно, почему у вас с суставами тугоподвижность и прочее было. Грибок, вы можете их перед сном суставы смазать керосином или эфирным маслом, 2-3 капли на чайную ложку растительного масла и слегка втереть суставы. Утром посмотреть, что с суставами. Да, идет сражение за свое здоровье, успехов, последовательности и решительности. Вот это все 21 мая. Вот он, что мне еще пишет насчет сахара, понял, что касается снов, и не только, я спрашивал и обо снах, то есть, когда вы, не хочу сказать, что работаете с человеком, вот вы сами начали какой-то процесс, какие-то действия со своим организмом, значит, вы должны ориентироваться по всему, по всем ощущениям, и особенно по снам, которые вам подсказывают, что происходит. Что касается снов, и не только, это отдельная тема для разговора, у меня к вам скопилось очень много вопросов, я думаю, вы знаете на эту тему достаточно много, и могли бы помочь разобраться, но что-то борьба с паразитами затягивается, забирает почти все в свободное время, кстати, после того, как у меня начался зуд, сразу в первую же ночь на 20 мая, мне приснился очень интересный сон, я его записал, очень хотел бы с вами им поделиться, но не знаю, такое принято, можно ли делиться вещами с нами, боюсь, не приведет ли это к обрыву канала информации, что вы это не скажете, смотрим еще за 21 мая, это вот, что тут творится с отступнями, с отступнями, конечно, начало твориться что-то такое невероятное, вот они тут все покрылись, покрылись волдырями, волдырями, это, конечно, ужасно, я ему насчет сна ответил, если вы сами не понимаете сна, делитесь, и вам неудивительно, что я сам заговорил на эту тему, то есть я ему уже все сначала спрашиваю, а не просто, когда вот человек там сам, нечисть телесная начинается с нечисти духовной, именно она вначале вселяется, а потом все, остальное подтягивается, значит он пишет, нет, не удивляюсь, я читал ваши книги, слушаю вас внимательно, и примерно догадываюсь, какими знаниями вы обладаете сон, я вам все-таки напишу, он хороший, им не думается, этим можно делиться, но позже, сейчас пишу по третьей чистке печени, и вот все идет 21, раньше, как только подцепил грибок, часто беспокоил, мелкие водянистые прыщики на стопах и кистьях чесались, затем лопались, шелушились, исчезали в основе весной, но чем дальше, тем вроде пореже, хотя в Алдаре таких никогда не было, все идет 21 мая, первые ватки выбросил, он пишет, я и так под прессином в квартире, то есть вот важно, чтобы еще вас понимали ваши домочадцы, еще боюсь заразить, сейчас наложил сложенный бинт, так как между пальцев сильно передавливает, ноги сильно опухли, в обуви влазят, бинты сохраняя, спасибо, не знаю, как только правильно это сводить, смотрите процесс, что ему порекомендовал, сегодня вечером перед сном, сделайте следующее, носочки с приманкой на ночь, как только закончится, держите спичку, поднесите к стопам и скажите выбирайтесь по добру, по здорову, сегодня же ночью покиньте меня, завтра я вас сожгу пламенем полимым, утром посмотрите на приманку, сон какой был, и если все вышло в унитаз или иное место, куда не добраться никому, если же нет, сводите там на приманку дня два-три, ватку сушите и спалите, чтобы ясно было, что шутить с вами не следует, не забудьте на ночь душистых травок принять, можно к ним палочку гвоздики добавить, это все у нас идет 21 мая, я ему советую, 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 вот что он пишет, да, грибок прет не по-детски, война, сейчас в стопах после смены повязки идет приятный зуджение, кровоток будь здоров, тело и ноги вибрируют как высоковольтные провода, я им отвечаю, сводите как, я писал, у вас уже получается, а то, что грибок на стопах и руках так свел, это он внедрялся поглубже, теперь погнал назад, ему надо указать, куда вылазить, а лезет он довольно-таки быстро, вот что он пишет, грибок подхватил студентов в 90-е, в поезде от белья, спал без носков, утром стопы зачесались, и были уже пресечки, я им отвечаю, насколько я могу судить, произошло освобождение ног от мицелия, тонких ниток, которые прорастают в ткани, и через которые грибница питается, описано вам ощущение, говорят, что грибница срочно текает, втягивая в себя отростки, они должны выйти, и что-то вы должны увидеть, вопрос, где впервые появился грибок, первоначально место внедрения, именно там тоже поставить приманку на ночь, Эдуард, в том-то и дело, что я уже понимаю, благодаря вам, а большинства нет, еще и тебя же в больные запишут, но мне все равно, я всегда интуитивно чувствую, где правду, и можно верить, как будто меня кто-то ведет, пойду до конца, не жалею, что меня ели изнутри, мы не для этого созданы, я ему отвечаю, тело вибрирует, весь организм пророс, а теперь оживает, освобождается от бремени, вот дела, а тут предлагают средства от грибка, чувствуйте, какое заблуждение, загнать внутрь и пусть жрет, значит, сейчас напишу третью чистку, это Эдуард мне пишет, там тоже многое становится понятно, то, чему не придавало значения, позже становится понятно, полезно бывает перечитать дневник, очень хорошо, когда вы ведете дневник вот самоздоровления, то, что там неясно, непонятно, потом вдруг становится важным, главным, это очень хорошо, Эдуард пишет, и еще я просто чувствую, как мой организм включился не на шутку, по полной, и выжжет своей энергией всю гадость, если честно, Геннадий Петрович, я сейчас сижу, пишу и кайфую от своего состояния, до мурашек по коже, и благодарен Всевышнему, что он меня слышит. И мы закончим на том, как сейчас Эдуард начнет описывать свою чистку печени. КОНЕЦ